Всем доброго дня! Мы продолжаем разбор первого послания Фессалоникийцам. Сегодня у нас на очереди 4 глава с 6 по 8 стих. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим, противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И так не покорный, не покорен не человеку, но Богу, который и дал нам Духа Своего Святого». Мы помним по прошлому разу, что Павел перешел от реверансов, от воспоминаний, от попыток каким-то образом ободрить и вдохновить фессалоникийцев хорошими воспоминаниями о прошлом опыте их, будь то позитивный или негативный опыт. Павел переходит от вот таких жестов вежливости к практическим советам. И мы говорили в прошлый раз, что первый такой практический совет или первое такое указание на прямую волю Божью, общую волю Божью для всех – это освящение. Помните этот знаменитый стих «Ибо воля Божьей есть освящение ваше». Ну и сегодня эта тема продолжается, тема освящения, тема святости. И по стиховой, если проходить, то шестой стих говорит, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво. Оказывается, можно поступать со своим братом противозаконно и особенно коростолюбиво. Мы помним у нас на слуху последние такие случаи построения таких вот христианских, в кавычках, пирамид, когда какие-то руководители, пользуясь своим влиянием, пользуясь своими погонами, они загоняли своих адептов в финансовые какие-то обязательства, закладывание домов, машин, какого-то движимого, недвижимого имущества. И мы слышали много таких историй, которые заканчивались даже самоубийствами, заканчивались какими-то такими очень драматическими случаями и развязками. Поэтому ничего в этом нового нет. Мы видим, что и в первом столетии апостол Павел предостерегал своих слушателей, своих подопечных от того, чтобы они поступали таким вот образом коростолюбиво, чтобы они смотрели на своих братьев, на своих единоверцев, как на материал для их обогащения. Нельзя к людям относиться как к материалу. Нельзя относиться к ним как к каким-то бездушным вещам, которые ты можешь использовать для своей выгоды, для своей славы, для своих каких-то амбиций. Люди — это живые люди. Это даже с такой вот чисто человеческой нравственной точки зрения нужно понимать. Ну а если мы претендуем на то, что мы рождены свыше исполнены Духом Святым, то это вдвойне, конечно, нам нужно понимать. Далее. Потому что Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Дело в том, что вот это отмщение Господне, оно не всегда происходит при земной жизни. Очень часто бывает так, что люди беззаконные, коростолюбивые, даже в христианской среде, они процветают, они не получают возмездие за свое беззаконие при жизни. И мы можем получить такое неверное представление о том, что Господь медлит или Господь вообще не желает их судить. Нет. Павел им свидетельствовал и говорил, убеждал. Даже если вам кажется, что в течение этой своей земной жизни данные индивидуумы хорошо устрояют свой быт, свое, скажем так, существование земное, не обольщайтесь этим, потому что Господь обязательно отомстит. Господь обязательно произведет свое возмездие. Не в этой жизни, так и в будущей. Один из псалмопевцев, Асав, по-моему, где-то в одном из своих произведений говорит, что я позавидовал беззаконным, видя, как они остаются безнаказанными. Но когда я вошел во святилище, мои глаза открылись, и я понял, каков их конец. И здесь мы видим что-то созвучное тому, что говорил Асав. Господь мститель. Это не очень приятное словосочетание, да, или не очень приятная характеристика, которую мы слышим в адрес нашего Господа. Но, тем не менее, это факт, это реальность, это истина. Господь мститель вообще, да, скажем так, в общем таком смысле, ну и в частности, вот за эти дела, когда брат пользуется братом, да, когда брат беззаконно поступает по отношению к брату, Господь обязательно вступится и наведет свой божественный порядок. Седьмой стих. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Ну, идет повторение того, о чем мы говорили в прошлый раз. Воля Божья есть освящение ваше. Восьмой стих. Итак, не покорный, не покоренный человеку, но Богу. И здесь я вижу отсылку к тому, что лидеры той церкви, да, руководители первоапостольской церкви, они, конечно же, делали акцент на святости. Они призывали к освящению, они нелицеприятно и бескомпромиссно говорили о том, что воля Божья есть наша святость, есть то, чтобы мы достигали определенных уровней святости, чтобы мы взбирались по этой лестнице святости. Как бы это ни было неприятно слуху, как бы это ни было в противовес тем учителям, которые льстят слуху, в том числе и сегодня, да, мы можем отметить такие высказывания, которые, ну, как бы сказать, устраняют вот этот призыв к святости, которые направлены на то, что с вами все в порядке, да, вы в благодати, вы в суперблагодати, в гиперблагодати, поэтому можете грешить, если хотите, да, все равно Господь все простит. Это, кстати, называется учение Николаитов. Библейские исследователи, они утверждают, что учение Николаитов, как раз-таки, которое зарождалось в те времена, когда Павел писал свои послания, оно и утверждало то, что можно грешить, можно не заниматься освящением, что святость – это не столь важно, главное, что мы оправданы, главное, что мы прощены, главное, что мы, ну, скажем так, приняты Богом, и теперь, независимо от того, что делает наша плоть, или как она выглядит, или чем она занимается, наш Дух спасен, а плоть все равно будет уничтожена, утверждают библейские исследователи, что это и есть учение Николаитов, которое Господь ненавидит. И вот здесь мы видим первые такие звоночки, да, первые такие красные флажочки, которые Дух Святой через Павла начинает поднимать и говорить, не покорный, не покорен ни человеку. То есть имейте в виду, что люди, которые не желают подчиняться вот этим призывам к святости, люди, которые отвергают вот этот призыв к освящению, вроде бы как они противятся людям, да, проповедникам, каким-то лидерам, каким-то, но служителям, каким-то старшим, да, которые в этом собрании пытаются призвать людей к освящению, к святости, вроде бы это противление людям, но на самом деле, Павел здесь говорит, это противление Богу. То есть если мы отвергаем вот этот призыв к святости, который исходит от Господа, да, и через наших служителей, через наших старших к нам обращен, если мы не внимаем этому призыву к святости, а пытаемся жить, как оно диктует нам наша плоть, то мы тем самым не людям не подчиняемся, а именно Богу, Павел здесь это подчеркивает, который и дал нам Духа своего святого. То есть эти люди могут утверждать, что мы в Духе Святом, мы в благодати, мы исполнены Святым Духом. Не важно, что наша плоть там делает, не важно, как она себя проявляет, мы в Духе Святом. Павел говорит, не обольщайтесь, вы не в Духе Святом. Да, Бог нам дал Духа Святого, но проявление Духа Святого как раз таки в том, что Он ведет нас к святости, что Он побуждает нас покоряться вот этим призовом к святости, к освящению. Если мы отвергаем этот призов, тем самым мы автоматически свидетельствуем, что это не Дух Святой, который движет вот таким вот отношением отвержения призыва к святости, это не Дух Святой. Павел здесь это подчеркивает, пытаясь показать своим слушателям, что подлинное исполнение Духом Святым, подлинная духовность заключается в подчинении тем призовам к освящению и к святости, которые исходят от Святого Бога. Здесь все логично, да, как бы сказать, все очень, ну, понятно, но некоторым людям почему-то это нужно доказывать, некоторым людям это почему-то нужно разжевывать. Да поможет нам Господь не терять вот этого трезвого взгляда на истинное проявление Святого Духа, на истинное направление, да, которое выдерживает Дух Святой, ведя нас ко спасению. Да благословит нас на этом пути Господь. До новых встреч, до новых видео. С Богом!